Девочки, всем доброе утро! Я рада вас приветствовать на моем канале. Я уже сегодня обнулась, успела выпить чашку кофе, потому что без этого вообще никуда привела себя немножечко в порядок. И сейчас хочу заняться волосами. Что мы будем с вами делать? Мы будем делать уходовую процедуру, которую я планирую делать в течение одного месяца. И уже потом мы с вами посмотрим на результат. Вы знаете, да, девчонки, что у меня сейчас очень большая проблема. Мало того, что у меня сухие обезвоженные волосы, так еще вдобавок ко всему, вот этот вот волосопад, он просто не прекращается. Пучками лезут волосы, уже мне просто нет сил. Я пользуюсь и какими-то средствами от выпадения волос различными, но пока ничего не помогает. И сейчас в комплексе с этим аппаратом и моими уходовыми средствами я буду делать в течение месяца, повторюсь, процедуру по восстановлению волос. И сейчас хочу вас познакомить с этим аппаратом. Это импульсный массажер Дарсонваль от израильской фирмы Деви. Бренд Деви представляет домашние товары для красоты и здоровья. Продукты Деви отличаются высоким уровнем технического исполнения, отличным качеством и современным дизайном. Это массажеры для тела, приборы для омоложения и очищения кожи и многое-многое другое. Давайте сейчас покажу вам внутренность, расскажу вообще, что идет в комплекте, какие насадки и уже сделаем с вами процедуру. Дарсонвализация много лет используется в медицине. Я давно слышала хорошие отзывы об использовании Дарсонваля именно для волос. А почитав отзывы, узнала еще, что его можно использовать для лица и для тела. Он очень удобный в использовании. Вот так выглядит сам аппарат. Достаточно легкий и очень удобно держать в руке. И в комплекте у него 4 насадки. Вот так вот выглядят насадки. Они стеклянные. Это такие насадки, как электрод грибок, электрод капля и электрод расческа, электрод лепесток. Для лица мы можем использовать электрод грибок и лепесток. И эта процедура поможет напитать кожу лица и придать тонус коже, сократив морщины. Электрод капля поможет справиться с такой проблемой, как угревая сыпь и пористость кожи. Также при помощи электрода грибок можно бороться с такой проблемой, как целлюлит. И это я точно попробую. И потом уже поделюсь с вами своими результатами. А еще с помощью электрода грибок и лепесток можно снимать напряжение в мышцах и расслаблять их. И самое главное это волосы. С этим аппаратом я укреплю волосяные луковицы и простимулирую рост волос. Давайте с вами начнем. Попробуем просто провести эту процедуру. Так, девчонки, подключаем наш аппарат в розетку и начинаем делать процедуру. Смотрите, есть обязательные условия. Первое условие это волосы должны быть абсолютно сухими и желательно чистыми. Я помыла голову предварительно. Мы должны перед процедурой тщательно прочесать наши волосы, чтобы они не были запутанными. Но у меня, девчонки, прочесывать особо нечего. Лезут как вообще ужас какой-то, девочки. Уже красится, кстати, пора. Ищу сейчас краску. И начинаем нашу процедуру. Мы надеваем насадку расческа. Вот таким вот образом. Включаем с вами среднюю мощность. Слышите, он трещит, как будто бы вот такие разряды тока. Включаем среднюю мощность. И расческой медленно начинаем продвигать по волосам. Я буду смотреться в зеркало, девочки. Эту процедуру мы делаем с вами в течение 15 минут. Вы знаете, мне кажется, очень удобно вечером, устроившись на диванчике, на мягеньком. Включив любимый сериал, просто смотреть его и делать эту процедуру. Очень приятные ощущения. И вот таким вот образом мы проходимся по всем волосам. Я не буду вам показывать все 15 минут, как я расчесываю свои волосы, да, и делаю эту процедуру. Но вот в течение 15 минут мы занимаемся нашими волосами. Девчонки, достаточно. Какие интересные ощущения. После процедуры рекомендовано нанести на волосы средство для роста волос и укрепления волосяной луковицы. Я продолжаю пользоваться своей системой Биоботаникал. Минимально эту процедуру необходимо делать 20 дней, каждый день в течение 10-15 минут. Так что по отзывам, да, и по своим качествам, Дарсон Валь – это своего рода семейный доктор. Он подойдет для всех членов семьи. Это и подростковые угри. Забыла вам рассказать, что можно точечно, локально убирать прыщи на лице. Либо делать процедуру и убирать полностью по всему лицу угревую сыпь, воспаления какие-то своего рода, да, на лице. Бренд Дэви – это современные и эффективные гаджеты для всей семьи по доступной цене. Все ссылки оставлю в описании на магазин ProLab Beauty. Также вся продукция представлена на Wildberries, на Ozone и на Яндекс.Марк. Все будет в описании под моим видео. А я, девчонки, в дальнейшем буду тестировать этот аппарат. Самое главное – это волосы. Потом это будет, естественно, борьба с теллюлитом, что для меня очень важно. Мне очень интересно посмотреть на его действия. И уже буду с вами в других роликах обязательно делиться своими отзывами. Но сейчас у меня первостепенно – это восстановление волос. Давайте смотреть мой влог, девчонки. Я пода еще выпью одну кружечку кофе, потому что я просто не могу проснуться. И впереди еще очень много всего интересного. Так, девчоночки, сейчас буду вам делать обзор покупок из магазина KitchenLand. Девочки, ну это просто, знаете, вот у меня все было как в тумане. Пока мама расплачивалась в табрисе, я говорю, она сейчас на 2 минутки просто взглянуть. И побежала, и вот просто за 10 минут купила себе вот такие вот сделала покупки. Давайте начнем обзор и буду сейчас вам рассказывать. Девчонки, очень долго и давно я уже пользуюсь вот такими вот приборами для готовки. Вот такая штука у меня была. Дети мне ее спалили, готовили пончики. Она прям, знаете, вот тут такая уже неопрятная. Я обновила, взяла новую. 769 рублей, девчонки. Но она, знаете, вот именно вот эти вот приборы очень качественные. Очень удобно ими работать. Мешать все, замешивать. Очень комфортно. И, кстати, вот в принципе, да, вот сколько я уже пользуюсь, вот этот материал, он не темнеет и хорошо отмывается. Они мне просто в кипящее масло ее опустили и спалили. А я, как правило, если там что-то такого плана, то я пользуюсь всегда деревянными лопатками. Очень мне нравится переворачивать вот такая лопатка. Думаю, пока она есть в наличии, возьму вторую. 529 рублей она стоит. Прям очень она удобная. И взяла для замешивания салата вот такие вот две ложки. Очень такие они, знаете, прикольные. И мне конкретно вот нравится именно качество вот этой посуды. Это бамбук, что ли. Сейчас я прям прочитаю вам. Да, прессованный бамбук. Вообще замечательная коллекция. Сейчас будем с вами расставлять. Я вам все красиво покажу, как это выглядит у меня в стаканчике. Следующее, что я взяла, девчонки, давно смотрела. Это сито для муки. Очень оно красивое. Мне оно нравится, как оно выглядит эстетически. Да, вот прям, смотрите, такой благородный цвет, нудовый, очень такой красивый. И у меня есть из Икеи, но оно постоянно вот здесь вот застревает. И я его уберу. Может быть, потом оно пригодится, будет лежать как энзе. Но вот взяла, чтобы красиво вам снимать со своими красивыми мисками вот такое вот сито. Следующее, что я взяла, вот такое сито, девчонки, что-то перетирать. Либо большой объем муки тоже вот так вот просеивать. Очень красиво. Видите, оно все с одной коллекции. Очень круто смотрится. Тоже мне понравилось. А вот эти вот, девчонки, досточки. Смотрите, значит, здесь они прорисованы. Мясо, рыба, овощи. Набор. Они пластиковые. Очень похожи на досточки из Икеи. Но так как Икеи уже у нас нет, вот такие вот я взяла досточки. Здесь вот такое рифленое дно. Скользить не будет. Но мы с вами протестируем, посмотрим. Покажу вам, расскажу потом свой отзыв. Ну, на первый взгляд, очень красивые. Девчонки, ну вот так это все выглядит. Такое покрытие прикольное. Они пластиковые. Так вот гнутся таким образом. Прям симпатичные. Следующее, то, о чем я мечтала, я дождалась. Была распродажа. Стоила 2000 эта коробочка. Сейчас она стоила в районе 1000 рублей. Это для чая. Я очень давно ее хотела. Мне прям нравится. У меня всегда дома много очень позиций различного чая. Сегодня все с вами разложим, оформим. Очень красивая коробочка. И следующая моя мечта, девчонки, я очень хотела себе лимонадницу. Подобрала вот такую лимонадницу. Просто нереальной красоты. Мне она очень понравилась. Там были чисто белые. Но я взяла именно такую. У меня бокалы зеленого такого изумрудного цвета. И вот как раз под эту лимонадницу будут эти бокалы сервировать. Будем с вами стол. Мне кажется, будет очень красиво. Сделаем лимонадик с вами. Все качественно выполнено. Вот такая вот подставка. Прям супер. Покажу потом, как мы будем делать с вами лимонад. Так что, девчонки, вот такие вот покупки. Я довольна. Вот серьезно скажу вам. Очень довольна. И знаете, мне очень нравится Кичелэн. Знаете, тем, что у них в магазине, ты когда заходишь, все настолько подобрано по зонам, по категориям. И ты сразу понимаешь, что тебе нужно купить. Что с чем сочетается. Вот это прям у них мега удобно. Все так классно расставлено. И ты уже сразу знаешь. Например, вот под лимонадницу еще там была коллекция посуды. Я присматриваюсь. На сайте сейчас буду смотреть. Это такой летний вариант. Очень красивый. Очень такой необычный. Поэтому вот такие вот покупочки. И давайте дальше продолжим. Буду показывать, что я еще купила. Так, девочки, теперь покупки магнит-косметик. Смотрите, мужа все время беру. Очень мне нравится. Ну, в смысле, ему очень нравится восстанавливающий бальзам после бритья от Невея. Прям здоровски. У него чувствительная кожа. Вот сын сейчас пользуется после бритья. Очень такой прям комфортный. Взяла вот это. Девчонки взяла себе вот этот массажный антицеллюлитный крем. Я его взяла не для массажа, а просто после того, как я покупаюсь, наносить каждый день. Очень нравится, потому что я им пользовалась уже давно. И решила вот повторить эту покупку. Из бюджетного очень-очень действенный. Хорошо выравнивают кожу. И прям, вы знаете, ну, видно результат после его применения. Взяла вот такие классные бамбуковые палочки. Деревянные, да, вот такой вот оттенок. Тоже выложу в свой стаканчик для ушных палочек. Девчонки взяла вот такие пакеты. До фикса не доехала, но всегда в фикс-прайсе. Беру очень классные пакеты. Фрекенбок. Вот они мне очень нравятся. Они, во-первых, такие крепкие. И вот ничего не рвется, когда много мусора. И также по акции взяли вот носков много. Причем там, знаете, ценник такой смешной. Где-то вот по три штуки в упаковке. Где-то одна пара. Ну, прям неплохое качество. Тоненькие. На лето прям самое то. Ребят у меня много, поэтому им вот как бы вот такие вот носочки. И девчонки в зоомагазине. Это зоомагазин находится в Табрисе на Кубана-набережной. Ну, вот где здание. Магазин Табрис на втором этаже. Магазин, скажем так, ну, по сравнению с Симферополем очень бюджетный. Вот эти игрушки я ему здесь покупаю. Там в 700 рублей. Вот что-то вот в таком 800. Там это все вот в районе 300 рублей. Я взяла ему вот такую игрушечку. Взяла вот это. Он очень любит. Он прям разгрызает. Вот до ниточек разбирает. Ну, прям вот занимается. Взяла вот такую вот шампунь. 574 рубля. Ну, как бы не бюджетно. Но мне девочка сказала, что очень хороший расход. Ее нужно мало. И она прям пенится хорошо. Ее такой приятный аромат. Это профессиональный шампунь. И взяла попугаю кормушку. Я ему ее уже покупала. Девочки, ну, ценник вот вы видите. Но она того стоит. У нас просто вот здесь крепления поломались. От той. Она у него сейчас стоит на земле. Ему неудобно. А для больших птиц, у кого вот есть. Потому что, например, я по городу, где искала, да, там на сайтах смотрела. Именно вот такого формата кормушки не встречаются. Их просто нет. А она вот вешается на клетку, да. И он спокойно садится вот здесь вот. И клюет корм, ест свой. Ему удобно. Прям она, ну, очень такая, как сказать, функциональная. Классная. Так что, девочки, вот такие вот у меня покупочки. Сейчас буду все раскладывать. Сейчас мы красиво все наведем в порядок на кухне. Туська вот вообще от меня, девчонки, не отходит. Два дня нас не было. Она просто вот тусит возле меня. Ну, это вообще она очень соскучилась, конечно. Хотя она спокойно остается дома. Еда у нее все стоит. Водичка. Попугаем были на хозяйстве. Так что, девочки, вот такие вот покупочки. Давайте дальше смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Так, девчонки, сейчас мы с вами будем готовить соус. Я подготовила овощи. Вот такую вот красивую тарелку. Зелень. И параллельно варю суп. Сейчас мы с вами нашинкуем овощи. Отправим все это на сковороду. У нас получится с вами такой вкусный овощной соус. И я варю супчик с курочки и с домашней лапши. Сейчас я выливаю на сковороду немного растительного масла. И начинаю шинковать лук. Прежде всего, первое, что мы обжариваем, это будет обжариваться у нас лук. Лук мы режем вот такими небольшими и немаленькими кубиками. Ничего не мельчим. Я обожаю этот соус. Он у меня ассоциируется с летом, со свежими овощами. Просто вот я прям, если честно, балдею от аромата этого соуса. Ни капли не добавляю, ни томата, ничего. Значит, лук. Болгарский перец. Это по типу, знаете, аджабсандала получается. Вот так вот. Все это дело я шинкую. В принципе, произвольными кусочками. Потом просто этот соус очень вкусно с черным хлебом кушать. Да, и вот как самостоятельное блюдо. Я его люблю очень есть холодным. И мы сейчас это все порежем. И будем отправлять в сковороду и обжаривать. И попозже я буду жарить пирожки с картошкой. У меня уже все готово. Мне тогда, я в прошлом блоге вам сказала о том, что я сделаю пирожки. Но дело в том, что мы экстренно уехали быстро. То есть я планировала, что мы поедем в часиках 7-8. А получается, что мы выехали в 5 часов. И я просто не успела. Так, это мы порезали. И отправляем в сковороду. И все это у нас будет обжариваться. Девчонки, так, значит, сразу я на суп параллельно сейчас нашинкую морковь. И отправлю ее кубиками к картофелю. И буду потом добавлять в суп. И параллельно у меня в супе сейчас морковь еще варится. Целая морковь и целая луковица. Это я вытащу. Я делаю такой, знаете, легкий супчик без зажарки. Он получается прозрачный, такой легенький бульончик. Если есть перепелиные яйца, например, вот прошлый раз я готовила, я добавляла отварных перепелиных яиц. Очень вкусно тоже. Он такой яркий получается и легкий. Решила сварить суп, потому что уже давно жидкого мы не кушали. Забрала я Данила, девочки. И надо его немножечко сейчас покормить такой домашней едой. Потому что бабушки, они, конечно, кайфовали. У них был фастфуд, ресторанная еда. В общем, они, когда ездят в Краснодар к бабушке, она их балует очень. Вот прям морковку я не сильно мельчу. Режу вот такими произвольными квадратиками. У меня сейчас варится бульон. Картошечку потом закидываем в конце. И закидываем с вами лапшу. И зелень. Ну, я покажу вам. Там очень легкий он в приготовлении. У меня дети безумно его любят. Что-то более тяжелое я готовить не хочу. Ни борщ, ничего. В общем, этого не будет. Все. Я пошинковала. И сейчас отправляю сразу в карелочку, где у меня нашинкован картофель. Сейчас чуть-чуть у меня прокипит мясо. И я буду туда отправлять картофель вариться и с морковкой. Так, девчонки. Следующее, что я режу. Это вот так вот я режу баклажаны. Смотрите, в этот раз не буду их резать крупно. Вот так вот. Кожуру не снимаю. Эти баклажаны мне привезла Оксана с деревни. Это прям домашние, с огорода. Даже не стало их не очень много. Даже не стала еще добирать, чтобы не испортить вкус и аромат. Потому что они безумно свежие и очень вкусные. Вот так вот у меня проходит готовка. Девчонки, вот прям сегодня буду вам снимать все в онлайн-режиме. Ничего не убирать. Вот как есть, так есть. Там варится, там парится, там жарится. Все параллельно. Сейчас суп и соус. Потом все мою, убираю и затеиваю пирожочки. Пирожки я уже вам повторяла в прошлом влоге. У меня есть отдельное видео с пирожками. Они безумно вкусные, безумно легкие. Вот у меня девчонки мои, кто там иногда бывает, знаете, спрашивают, кто попробовал, научился, там надо чуть-чуть с тестом, конечно, немножко помучиться. Но если научились, если вот поняли консистенцию теста, то пирожки просто получаются бесподобные. Очень вкусные. И я уже сейчас их делаю на одном дыхании. Очень-очень быстро. Здесь сразу же, девочки, я мешаю. Лук с болгарским перцем должны обжариться. И сейчас у меня осталось совсем немного моркови. Я тоже сюда для цвета докрошу. Но в соусе в этом я не очень люблю морковь. Мне не очень нравится. Но вот осталось у меня. Я сейчас буквально вот так вот сделаю ее такими дольками. И отправлю обжариваться. Муж тоже любит этот соус. Очень последнее время я делаю часто в свеклу. Девчонки, вот прям жарю. И получается очень вкусно. Жареная свекла тоже на хлеб безумно вкусно. Так, чуть-чуть собираем здесь пену. Я ее уже собрала, но она периодически появляется. Теперь, девочки, смотрите, что я делаю дальше. Я прям очень так много нарезала чеснока, начистила. Чеснок я мелко не делаю. Вот такими вот кубиками измельчаю. Можно воспользоваться у кого есть. Это вот от Фаберлик. У меня есть классная штука для измельчения чеснока и лука. Она обалденная. Ну, просто уже сейчас пока с вами готовлю болтаю, я ее не достаю. А если много надо, там, знаете, на несколько каких-то блюд чеснок, то вообще это просто идеальная штука. Этот измельчитель-блендер обалденный. Мне он очень нравится. У меня раньше от Тапера было, но в Тапервей он стоит безумных денег. Поэтому вообще шикарно. Я вот приобрела в Фаберлике более или менее бюджетно. И, в принципе, все то же самое. Даже еще лучше, там чаша больше. И все у меня как бы готово лежит, ждет своей очереди. Останется только помидоры покрошить. Тут у меня залежались желтые помидорчики остатки, поэтому я их тоже использую. Здесь все парится, жарится и ждет своей очереди. Так, девчоночки, ну, показываю, все доделала. Смотрите, вот такой вот супчик у меня получился куриный. Очень вкусный. Я уже покушать успела в промежутке. Вот так вот выглядит соус. Тоже, ну, немножко жидковатый получился, но ничего. Он сейчас настоится и будет вообще классно. Девчонки, и пирожочки я нажарила. С капусточкой чуть-чуть немножечко подгорели, потому что они когда лопаются, ну, некоторые, то вытекает сок. И еще, параллельно никогда не делайте какую-то работу, потому что я там еще мыла посуду, там прибиралась. В общем, чуть-чуть они у меня не такие по цвету, как должны быть. Но сами по себе девчонки пирожки обалденные. Вот этот рецепт прям очень крутой. Накрываю, чтобы они немножечко вот так вот постояли, как бы чуть-чуть остыли. Все, сейчас у меня вот здесь вот остывает то, на чем я жарю. Это вот прям темное масло. Я его буду выливать потом. И уже буду мыть сковороду. А так я уже навела порядок. Все, девчоночки, всем, кто кушает, приятного аппетита. И всем пока-пока.